Женщине, любой женщине на этой земле, очень важно быть счастливой и жить с чувством удовольствия. Если женщина не позволяет жить в счастье, счастье это часть этого мира. Мы когда-то на пробуждении проясняли такую очень конкретную тему, что такое удовольствие. Когда человек всем своим существом, всем своим сознанием, как внешним таким радаром, которым знаем мы об этом или не знаем, щупаем и взаимодействуем с этим миром для того, чтобы все больше и больше позволять миру входить с новым к нам. И мы с этим миром, к этому миру вернее, с чем-то очень нужным, очень емким и очень достойным заходили. Знаете, как в гости. Примут, нет. Так вот, женщине очень важно быть счастливой и жить с чувством удовольствия. Хочу здесь сделать небольшую оговорку, чтобы не было недоразумений. Женщина, живущая замужем, живущая в семье у своих родителей, занимающаяся хозяйством, детьми, стиркой, уборкой, хождением по магазину, вождением машины. И всем всевозможным вот этим обслуживающим быт не имеет эти действия ничего личного, никакого отношения к ее собственному развитию. Можно, конечно, делать все это с удовольствием, но абсолютное должно быть внутреннее намерение, стремление к тому, чтобы личностно с удовольствием открыть какое-то дело или заниматься какой-то специальностью. А все это просто будет дополнять ее и трансформировать опять-таки все ее страхи и переживания по отношению к своему прошлому. Если женщина за мужчиной находится и ничего сама как личность не реализовывает, а мужчина это принимает, он станет рано или поздно тираном в доме, за что женщине придется как-то это все компенсировать собственным разочарованием, которое и приведет ее к каким-то болезням, к быстрому старению и такому сварливому характеру. Женщина, живущая с удовольствием, занимающаяся любимым делом, плюсом имеющая семью, плюсом в этой семье признана любима и счастлива, она очень серьезно выделяется из толпы, она очень серьезно выделяется в любой компании. И все обращающие на нее внимание будут с ней взаимодействовать из расчета того, что... Расскажи, пожалуйста, почему у тебя глаза светятся, почему ты так хорошо выглядишь? В особенности те же женщины, которые пытаются приспособиться, пытаются себя ограничить или пытаются как-то за чей счет устроиться. Это сегодняшняя модель, как форма жизни, приспособленчества и паразитизма, она утопична прежде всего для женщины. Редактор субтитров А.Семкин Если этого не происходит, и человек без конца ставит кого-то другого виноватым, и обесценивает другого, и возвеличивает себя, у него тоже никогда не будет. И следующее, если человек нетерпелив, и ему надо сейчас, и он без конца сотрясает пространство, рано или поздно система перевернется, и он откажется от будущего. Первое. Собственная сила мысли, она заложена как воля к достижению. Почему? Потому что любая цель, так устроен этот мир, как миропорядок, дает человеку силу и энергию для ее же достижения. Сила, энергия изменения в настоящем, а вот подпитка всегда идет от будущего. Самое основное – это убрать чувство вины по отношению к себе, убрать состояние неуважения к себе, отторжения, отрицания себя. Деньги – это разрешительная база, это та энергия, которую человек сам в себе аккумулирует. Не больше и не меньше. Работает это очень просто. Если я не могу сам, то я начинаю включать выгоду как оправдательную базу. Если я включаю выгоду, значит автоматически включается зависть по выбору «у меня нет, там есть». И основным критерием будет как-то так собрать. Продолжение следует...